Давай, давай, двигай, двигай булками, Дед Мороз, туда в сторону, на месте, не останавливайся, мелкий, затаскивай его туда в ванну, вот эту, под душ, давай, развяжи его, развяжи его прямо сейчас, а ты давай, попрыгал, попрыгал, дорогой мой, давай, давай, внутрь туда, заходи в ванну, ага, всё, и вот там вот становись, а сейчас, мелкий, садись, потому что у нас с мелким к тебе, Дедушка Мороз, офигеть, какой серьёзный разговор сейчас будет. Мы же, получается, тебя не просто так же словили, да, а словили для чего-то, и вот я тебе давай сразу самого, спрячь биту, пока спрячь биту, пока рано, рано, давай я тебе сразу скажу, Дедушка Мороз, выполнишь одно моё желание, и я тебя сразу же отпущу, всего лишь одно, ты же вот это новогоднее чудо, да, желание выполнять должен, поэтому давай выполняем, и мы тебя сразу выбрасываем в окно, и смысле, и ты свободен. Я исполняю желания только детишек, а тебе же 25 лет, какое ещё желание? 25, 35, 15, 5, да какая разница, ты все желания должен исполнять, и моё тоже. Я ничего не буду исполнять, ты уже давно не ребёнок. Ага, вот так вот, да, значит? Ну ладно, хорошо, второй раз я у тебя просить не буду, если захочешь нам что-то сказать, потом позовёшь. А вообще, знаешь что? Ты-то хоть на Северном полюсе и живёшь, да, там холодрыга и вот это дичайшее, но... Холодный душ всем вот это язык разъезжать сможет, да, поэтому ты пока думай, Дедушка Мороз, а мы с тобой мелкий... О, мы с тобой ещё пойдём вот эту ёлочку наряжать, давай. Здесь у меня в тумбочке колесо почему-то есть, ну вот колесо. Вот, нормально смотрится, давай наряжай, мелкий. А ты там думай, думай, Дедушка Мороз. Не очень понимаю, чё ты там говоришь, что ты пока думай, думай, прохлаждайся. Не, ну как бы, а чё? Это самое... Город у нас суровый, город ютуберов и вот это... И решения всяких проблем тут тоже суровые могут быть, даже с Дедом Морозом. Так, ну он чё-то там кричит, 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 чё, пойдём проверим, чё он там нам хочет сказать? Ладно, пошли, мелкий, пошли, пошли. Ну чё, искупнулся немного, вот это бородатый хрыщ. Так, подожди, подожди. Опа, сказать нам чё-то хочешь, или я опять душ включаю? Ладно, ладно, я исполню любое твоё желание. Оооо, а вот это уже мелкий, совершенно другой разговор. У меня очень простое желание для исполнения. Просто сделай так, чтобы я встретился с Катей. Ну то есть, чтобы границы между странами открылись уже наконец-то, и чтобы этот странный вирус закончился, и больше его никогда не было. Вот, выполняй. Ладно, твоё желание будет исполнено. Чё, реально? А я думал, я тебя сейчас час буду уговаривать. Подожди. Ты мне реаль, ты реально границы откроешь? Чтобы я с Катей встретился? Так подожди, так это, так это, так это, ну так вот, открывай прямо сейчас, чтобы я завтра к Кате полетел. Открывай вот прямо сейчас или хотя бы через неделю. Давай. А, не-не-не, не всё так просто, Эдичка. Твоё желание я смогу исполнить до конца следующего года. В принципе, я знал, что здесь есть какой-то подвох, то что не всё так просто будет. Ладно, чё, подожди. Посиди сейчас, мелкий, пошли, мне с тобой переговорить надо. Чё думаешь? Соглашаться, не соглашаться? Ну, с одной стороны, как бы он говорит в течение следующего года, но ещё с другой стороны, в течение трёх ста шестидесяти шести дней я уже, получается, с Катей встречусь. Это лучше, чем вообще никогда с ней не встречусь. Да, мелкий, получается? Доверяем ему? Идём на сделку? Ну, тогда идём. Ладно, пошли. Опа, ну, короче, это, мы согласны. Чтобы до конца 2021 года весь вирус этот закончился, я встретился с Катей, и границы больше не закрывались. По рукам даю тебе своё слово. Вот и хорошо. Так, ну, получается, моё желание ты как бы выполнил, да? Но, ну, мелкий же ребёнок, его желание выполнять тоже надо. Да, мы на это не договаривались, но всё же. Да, вот, вот, мелкий. Так, говори тогда ему, чё ты это хочешь на Новый год? Да только проблема, мелкий разговаривать не умеет. Иди напиши на листочке, я тогда не знаю. Иди чё-то сделай. Ну, мелкий пёселя хочет какого-то. Пёсика хочешь? Вот, мелкому пёсика щенка тогда подари вот это. А подожди, мелкий. А это, а... А Стёпе? Стёпе же тоже подарок надо сделать. Вот этому. А Маргарите Степановной? А Геннадию Петровичу? Рикарду. И вот этим всем оставим. Так, подожди, ты подожди, подожди, Дед Мороз. Перед тем, как уходить, сначала мелкому щенка подари, потом Стёпе подарок и Гене подарок. Они тоже заслужили. Да Стёпе и Гене уже под 60 лет. Какие ещё желания и подарки? Они уже деды старые. И чё? И чё, деды старые подарки, что ли, не заслужили? Ну, подари им там таблетки от давления какие-то. Я не знаю, чё им там надо, если они деды уже старые. Не-не, мы тебя без подарков не отпустим, Дед Мороз. Нет, 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 я не смогу этого сделать. Мелкий, бери поводок и тащи его на крышу. А я сейчас кое-что подготовлю, если Дед Мороз так сильно сопротивляется. Так, эта шайтан-машина вообще работает или не работает? Опа-на! Давай веди его вот сюда, по вот этим вот заборам. Туда, прям где-то по центру остановись. Ты самое главное, не бойся, мелкий. И ты, Дед Мороз, тоже не бойся. Рыпаться не будешь, ничего плохого с тобой не случится. Я тебе честно говорю, чуть дальше туда. Вот туда, чтобы он вот сюда спустился, давай. Давай, цепляй его, цепляй за забор. Ага, молодец. Дедушка Мороз, Евпатинос, я тебе последний вот этот шанс даю. Подарок Генке и Стёпке сделаешь или нет? Нет! Ну, тогда, когда надумаешь разговаривать, позовёшь и меня, и мелкого. Ага, а пока вот там вот висит. А мелкий ты где? Всё, а мы с тобой давай тогда спускаемся на первый этаж. Пошли, давай. Ишь ты, посмотри на него. Ещё и выпендривается-то сколько. Нет, чтобы просто сделать подарок мне, мелкому, всем моим друзьям, всем вот этим жителям этого города. И всё, и мы его нормально отпустим. Вот, детишкам вот этим, которые в снежочки вот играются. Вы, главное, наверх не смотрите, детишки. Там вот это зрелище не очень. Дед Мороз, ещё не поздно всё исправить. Просто сделай желание, о котором я тебя прошу. Нет, я не смогу им подарить подарки. А ты можешь сделать так, чтобы я им подарил твои подарки? Ну, то есть, а сделай меня Дедом Морозом на один день, а? Это вообще, наверное, самая лучшая идея, которая мне в голову за всю жизнь приходила. Да вы вообще с ума сошли! Каким Дедом Морозом? Это невозможно! Ой, Дедушка Мороз, плохо ты нас знаешь. Для нас с Мелким ничего невозможного нет. Мелкий, иди сюда. Ну вот, а ты говоришь, что это невозможно? Я буду Дедом Морозом, а ты, Мелкий, будешь моей снегурочкой, получается. Вот, а ты, Дед Мороз, там пока повиси, я обещаю, мы тебя развяжем. Вот сейчас мы подарки только всем сделаем и развяжем. Так, Мелкий, зайди сюда в гараж. Место тобой надо срочно перетереть. Ворота за собой тоже закроем, потому что, Мелкий, у меня есть план. Мы-то хоть с тобой не настоящие вот эти Деды Морозы и снегурочки, и у нас как бы своих подарков нет, но где-то над этим городом летает Рудольф, который олень Деда Мороза с этими санями, которые полностью по уши забиты подарками. Твоя рогатка при себе, Мелкий? Вот это вот хорошо. Значит, Мелкий, мы с тобой выходим на охоту. Давай, 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 выходи, выходи на улицу и пошли за мной. Я-я всё понимаю, да, это немножко жёстко, но, типа, какой год такой Дед Мороз говняный? Ну, реально год не очень выдался. Вот, поэтому Мелкий. Короче, высматривая где-то в небе, если вдруг здесь где-то будут пролетать сани, а на самом деле выбрось рогатку мне, а то снайпер с тебя, я тебе скажу честно, такой себе. И если Рудольф где-то будет пролетать, то мы сразу его спустим с небес на землю. А вот, походу, и Рудольф. Мелкий, подожди, рано, рано, рано стрелять. Не стреляй, снежками тоже в него не бросай. Так, а куда он собирается-то, а? Надо, надо как-то с рогатки ему, вот это, шибануть куда-то в эти вот сани, и тогда, возможно, он спустится. Мелкий, догоняй его сюда за мной, беги, когда я тебе скажу стрелять, сразу залпом фигачим как можно больше вот этих вот, вот, куда он, куда он улетит, где он? А, вот он, вот он, вот он, целься, и... Подожди, 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 давай! Ну, вроде получилось. Вроде как Рудольфа мы сбили. Мелкий, главное, его не спугни, мы сюда пришли за тем, что можно подарить Стёпе. Чужие подарки не трогай, это не твои. О, прикольная камера, заберу её себе. Ну, а чё, как бы, у нас камер уже мало, камера нормальная. Так, а это чё за фигня? Ищи чё-то для Гены, я тогда буду искать чё-то для Стёпы. Душа я не чаю, чё это за коробка, но выглядит симпатично, её я, наверное, сейчас и заберу. Так, вот, Пикачу себе возьми, мелкий. Ты чё, все игрушки, что ли, забрал, которые там были? Оставь это детям, это не тебе, мелкий. Ты Пикачу себе забери. Так, Рудольф, ты, конечно, нас прости, то, что мы твоего вот этого дедушку привязали вот туда, но мы его скоро отпустим. Я пока заберу вот этот вот ящик, и пойдём, мелкий, с тобой к Стёпушке. Опа! Вот так. Крюк. А-а-а, это вот эта вот фигня, которая позволяет вроде как я знаю. А-а-а, вот, забираться. Вот это приколдесная штука так, мелкий. Иди сюда за мной, Рудольф. Мы ещё раз перед тобой извиняемся. Иди вот это, детишки, идите с оленем поиграйте. Не каждый же день оленя видите. Давайте. А мы, мелкий, с тобой к Стёпушке пойдём. Только стишки в оленя не бросайте, Господи, бедный олень. С оленем всё в порядке, не-не-не вот это, не переживай. Мы, мелкий, с тобой будем как настоящие истинные Деды Морозы. И заберёмся через... Опа! Крышу. Давай за мной вот туда полезли. Наверх. Только-только не свалиться. Самое главное. И подпрыгиваем. Во, опа. Я на балконе. Мелкий, давай ты тоже. Смотри, Спайдер-мен какой. Молодец. А вот это... А окна вас ночью закрывать не учили, да? Сквозняк, минус сорок всего лишь на улице. Жопу себе простудите, потом в больничку ляжете. Спят, голубки наши. Ну вы спите, спите. Подарок ждать не будет. И поставим мы его куда-то вот сюда, посередине комнаты. Мелкий, отойди в сторону. Ну, мы его сейчас откроем. Та... А еще громче ты взорваться не можешь. До ремонта что он так громко взрывается? Мелкий. Лишь бы Степа не проснулся. Лишь бы Степа не проснулся. Может он подумал, ему кошмар какой-то приснился. Я не знаю, так мелкий надо отсюда сваливать. Вот это забирай, вот это тоже забирай. Вот это все забирай. А вот это... Поменьше шуми, хорошо, чтобы он еще раз не проснулся. Ритки, 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 же тоже какой-то подарок надо подарить. Проходи вот сюда. У тебя есть что-то, что ты там у Деда Мороза украл? Давай выкладывай сейчас на бочку. Ага, кастрюля супа и горшок. А цветок? Что, просто горшок? Ну ты хотя бы цветок туда поставь? Просто горшок. А просто горшок с землей и кастрюля супа. А у Степы внедорожник, джип. В принципе нормально, Степа всегда о внедорожнике мечтал. А Маргаритка, наверное, всегда о кастрюле супа мечтала. Так, ладно, все, подарки сделали. На улицу пашили. Пашили. Так, Степка, хорошо тебе провести ночи с новой машиной. Я вот, я офигею. Он проснется, обосрется, наверное, от того, что у него возле кровати джип стоит. Выходи давай, мелкий. Снегурочка моя. Опа. Ну, Степке подарок мы сделали. Сейчас пойдем сделаем Генке. Потом пойдем сделаем Рикардо. Рикардо тоже подарок заслужил. А потом пойдем всем нашим друзьям. Тогда сделаем поочереди. Здравствуйте, детишки. А вам это, домой не пора? Родители ругаться не будут посередине ночи, нет? То, что вы на улице гуляете. Хочу подарок, Дед Мороз. Дед Мороз, а подарки, Дедушка Мороз. Не, 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 ребятушки. Я это, я не настоящий Дедушка Мороз. Вы даже у меня подарки не просите. Я это, я его заменяю всего лишь на один день. Вот, а он здесь. Вот, Рудольф, иди, покажи, иди познакомься с настоящим Дедушкой Морозом. Вот он здесь. Я вам уже сказал, какой Новый Год такой и Дедушка Мороз. Как говорится, это, хэппи пёзды, мэри крисмас, вот это, святого Рождества. Пошли, мелкий. Немножко отдохнем. И пойдем Геночку обрадуем. Степе, мы домой джип засунули, а Гене, я не знаю. Вертолет домой засунем. Вот он обосрется, честное слово. Субтитры подогнал «Симон»